Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришло следующее письмо. Меня крестила в младенчестве бабушка. Сама, без священника. Действительно ли это? Очень популярный вопрос. Отвечаю. Отвечаю сначала словам Писания. Апостол Иланд пишет. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Не говорится ни о священстве, ни о первосвященниках, ни о патриархах, ни о епископах. Говорится о воде и духе. Кто может преподать дух? Тот, кто имеет его от апостолов. А апостолы откуда его получили? В день Пятидесятницы, в день рождения церкви, дух святой сошел на них. Они этим духом святым приобщают к церкви все новых и новых членов. Как мы читаем об этом в книге «Деяния апостольских». Ежедневно тысячи людей приходило ко Христу и крестились от апостолов и их учеников. Если вы не знали, то знайте, что каждый христианин может крестить другого христианина. Была бы только вода. И знать формулировку, конечно, необходимо. На сегодняшний день она звучит так. Крещается раб Божий, говорите имя. В имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Каждая православная акушерка или врач или реаниматолог знает эту формулировку. И если видит, что ребенок может не дожить после преждевременных родов, допустим, может сама в реанимации крестить. Конечно, при многих роддомах есть храмы, можно позадить священника. Бывают такие ситуации, когда священник просто физически не успевает доехать, а ребенка крестить хочется уже сейчас и немедленно. Поэтому можно поговорить с сестричками, с врачом. И он или она сможет сама крестить этого ребенка. Да и сами вы, находясь в какой-нибудь сложной ситуации, допустим, землетрясение, автокатастрофа, авиакатастрофа, можете крестить любого человека, который в этот момент хочет о вас об этом попросить. Если ребенок выжил, то что необходимо дальше сделать? Не перекрестить, не добавить что-то к крещению, а мира помазывать ребенка, принести его в храм. Уже можно будет и крестных родителей позвать. И батюшка восполнит, дополнит это таинство всем тем, чем может дополнить. В частности, таинством мира помазывания. Это отдельное таинство, но оно входит, как правило, в чинопоследование крещения. В этом таинстве преподается крещаемому благодатные дары Духа Святого. Но если мальчик, то он еще в алтарь его внесет и воцерковит. Продолжение следует...